Здравствуйте, с вами клиника Натадент, меня зовут Аксинтюк Алина Давидовна. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о довольно часто распространенном явлении, как бруксизм. Бруксизм – это патологическая активность жевательных мышц, которая заключается в избыточном скрежете, либо скрипе, если говорить простым русским языком, зубами. Очень многие пациенты приходят к нам с жалобами на вот этот скрежет, либо ночью, либо днем, что дает им повод обратиться к врачу по нескольким причинам. Во-первых, это неприятные болевые ощущения в жевательных мышцах, то есть в жевательной мышце, височной мышце, что может создавать головные боли, мигрени, либо просто неудобства при открывании рта. Также достаточно частым распространенным явлением является то, что скрип и скрежет зубами ночью у пациентов сопровождается тем, что их сожителям, родственникам, партнерам достаточно неудобно и громко спать рядом с ними. И сейчас я бы хотела поговорить о том, что можно с этим сделать и почему бруксизм изначально вообще развивается у человека. Сейчас очень часто бруксизм связывают с психологическим напряжением, с повышенной психологической активностью. И есть мнение ученых, которые утверждают о том, что бруксизм – это как способ реализации стресса в организме. То есть мы понервничали, что-то случилось такое очень эмоциональное в течение дня, я не знаю, может быть, на работе, может быть, с друзьями или с кем-то еще. И во время сна наш мозг пытается утрамбовать все то, что произошло за день, в долгосрочную память. И тогда может активизироваться вот этот вот бруксизм, да, искрежет зубами. Почему? Потому что наш организм будет стараться избавиться от накопленного стресса в течение дня. Некоторые ученые связывают бруксизм именно с психосоматикой. Есть альтернативная точка зрения, которая в последние несколько лет стала очень активно развиваться, что дало нам большое понимание вообще, почему у нас бруксизм развивается у пациентов. Это наличие такого заболевания у пациентов, которое называется обструктивная апноэ сна. Это заболевание, которому человек подвержен во время сна и при котором по различному ряду причин у человека блокируются верхние дыхательные пути и нарушается оксигенация, то есть поступление кислорода в кровь и, соответственно, нарушается объем дыхательных движений. То есть наш мозг испытывает гипоксию, наша центральная нервная система тоже испытывает явление гипоксии. И пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна даже в течение ночи какое-то время просто-напросто перестают дышать в течение от нескольких минут до иногда бывает нескольких часов, если это очень сложный и достаточно опасный случай. Данное заболевание активно начало появляться, если я не ошибаюсь, в 80-х годах. Оно тоже связано с рядом причин. Я думаю, что мы поговорим об этом в следующих роликах. И вот сейчас итальянскими учеными в главе с Даниэлем Монфреддини, он является лидером в области изучения бруксизма, в области изучения окклюзии височно-нижнечелюстного сустава, было доказано, что у пациентов с данным синдромом, то есть синдромом обструктивного апноэ сна, есть наличие также и бруксизма, скрежета зубами именно в течение ночи. Как это объяснил сам ученый, он предположил, что во время сна, когда мы лежим на спине, и наша нижняя челюсть еще сильнее, со всем комплексом мягких тканей, которые у нас прикреплены к нижней челюсти, к подъязычной кости, которая находится здесь, она сдвигается под действием силы гравитации еще сильнее назад, что еще больше блокирует верхние дыхательные пути, если у пациента изначально есть предрасположенность к данному заболеванию. И поэтому наша центральная нервная система активизирует бруксизм, то есть мы начинаем сжимать зубы в определенном статическом положении, что удерживает нижнюю челюсть и не дает ей слишком сильно запрокинуться назад. Если подвести и резюмировать факторы, влияющие на развитие бруксизма, можно сказать, что бруксизм это очень редко является какой-то первопричиной, то есть скорее всего это следствие каких-то ряда других причин. Поэтому если вы замечаете у себя наличие бруксизма, или ваши родственники, партнеры замечают наличие у вас бруксизма в течение именно ночи, дневного бруксизма, несколько другие механизмы, то в первую очередь, конечно, мы рекомендуем обратиться к врачу для установления четкого диагноза, для постановления четкого диагноза и для определения, из-за чего все-таки у нас возник бруксизм. Либо это связано что-то с психологической перегрузкой, либо это синдром ночного апноэ сна, либо какие-то другие механизмы, которые также могут влиять на развитие бруксизма. Достаточно распространенным явлением и достаточно распространенной помощью является изготовление защитных кап на зубы. Для чего они делаются? Для того, чтобы вы перестали травмировать эмаль, травмировать ткани зуба при излишнем скрежете, при излишнем смыкании зубов во время ночи. Это такой достаточно защитный механизм, он хорошо помогает для того, чтобы избежать избыточной стираемости. Есть другие виды ордонатических приспособлений, которые помогают скорректировать бруксизм. Например, это капы с очень достаточно жестким покрытием. При смыкании нижней челюсти с верхней челюстью на такую жесткую капу наши рецепторы, которые расположены в кости, в тканях парадонта, в мягких тканях окружающих зуб, реагируют на избыточное сильное давление из-за этой жесткой пластмассы. И наша центральная нервная система понимает, что ей очень жестко становится стучать по такой жесткой пластмассе. Она начинает расслаблять активно мышцы. И у пациента достаточно часто пропадают симптомы бруксизма. То есть уже пациенты не отмечают напряжение в области жевательных мышц, трудность при открывании рта с утра, тот самый скрежет, о котором мы говорим. Очень часто такое лечение пациентам помогает, потому что не всегда все-таки бруксизм связан ни с синдромом апноэ, ни с избыточным нервным напряжением. Все-таки бруксизм – это достаточно широко изучаемая тема, и мы не все о нем знаем. Не всегда две вот эти первые причины, про которые я вам рассказывала, могут влиять на развитие бруксизма. Поэтому данные виды лечения, они наиболее часто, они наиболее оптимальны у пациентов с наличием бруксизма, и они очень часто вам помогают. Если мы понимаем, что проблема кроется не в этом, если мы понимаем, что это либо абструктивное апноэ сна, либо психологическое нервное напряжение, то мы рекомендуем обратиться к смежным специалистам и, как пример, пройти исследование сна, это называется полисомнография, в специализированных центрах, чтобы оценить, достаточно ли дыхательных движений, достаточно ли в кровь поступает кислорода, нет ли эпизодов апноэ, то есть когда пациент полностью прекращает дыхание на какое-либо время. И только после этого мы можем или не можем разбираться с бруксизмом. Субтитры создавал DimaTorzok